Недомогание, головная боль, температура до трех дней. Это норма. Активно сейчас вакцинируемся. И для того, чтобы пройти вакцинацию именно на этом передвижном пункте, необходимо для собой иметь только паспорт. Паспорт, полис. Здесь у нас присутствует будет доктор, который сразу осматривает, записывает все данные в карточку. И после этого решается вопрос о вакцинации. Надо ли человеку вакцинироваться, либо стоит с вакцинацией отсрочиться. Люди, решившие вакцинироваться, сегодня у Центрального универмага собрались еще до приезда передвижного комплекса. Мне за 60, поэтому поберечься нужно, чтобы и детей не заразить, и самому хочется. Тем более собираемся ехать отдохнуть. И приняли решение, что нужно. Был в ЦРБ и здесь. Здесь мне удобнее. Здесь, там не нужно стоять к терапевту, большая очередь. А здесь подойти проще. Сделать прививочку и все. Все прививаются, я пришел. Чтобы не заболеть. А что еще прививаются? Зачем? Ну, нет страха никакого. Люди, многие не рискуют почему-то. Боятся те, кто интернета много читает. А я ему не верю, интернету. Поэтому я пришел делать и все. В передвижном пункте работает врач-терапевт и медицинская сестра. Врач производит медицинский осмотр и заполняет документы. Медицинская сестра согревает вакцину, так как каждая ампула хранится соблюдением необходимого температурного режима. После прививки каждому пациенту сообщается дата ревакцинации. Записываем в федеральных все регистры, в амбулаторные карты все это заносим. Ну и еще одна учетная тетрадь для того, чтобы напомнить пациентам, чтобы они прибыли на вторую прививочку. За день в передвижном комплексе прививается до 10 человек. Но сегодня желающих сделать прививки похоже больше. Работа выездных пунктов вакцинации продолжится как в будние дни, так и в выходные. Эти передвижные комплексы будут работать в субботу на рынке миллиараторов. В такое же время с 10 до 2, а в воскресенье на выездной ярмарке в Петропавловке. Елена Петченко, Сергей Николаев, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ